Меня зовут Вика Ремнева, я из компании DataArt, в IT уже 5 лет, в Мейнил QA, QA Automation, сейчас работаю автоматизатором на проекте и хотелось сегодня с вами обсудить тему, как меняется роль QA Automation и обсудить основные тренды, тренды, которые возникли в автоматизации. Но нужно сказать, что сфера тестирования, как и все другие сферы, связанные с IT, примительно меняется, она находится в постоянном развитии, в поиске нового, и мы можем сейчас наблюдать, что появляются, оттверждаются многие тренды, в частности это внедрение искусственного интеллекта, машинного обучения, DevOps, сокращение срока выпуска продукта и невозможность полноценно, быстро и качественно его протестировать. И поэтому процесс тестирования, в частности процесс автоматизации, становится с каждым годом все сложнее. И на сегодняшний день автоматизация тестирования рассматривается как один из главных подходов, позволяющий сократить время тестирования и сократить ресурсы. Давайте сейчас попробуем вместе с вами обозначить основные тренды тестирования, которые возникли в последние годы. И первый тренд, который мы с вами рассмотрим, это искусственный интеллект и машинное обучение в ПИЭ. Но вы уже, наверное, слышали о том, что искусственный интеллект и машинное обучение произвели некую революцию в разработке и использовании приложений. И, безусловно, машинное обучение коснется и сферы тестирования. В частности, искусственный интеллект может применяться в аналитике логов, в оптимизации тестового набора, обеспечении покрытия тестами требований, предсказательной аналитики и в аналитике дефектов. Ну, в частности, в аналитике логов машинное обучение позволяет выявить те кейсы, которые можно, а иногда и необходимо автоматизировать. Если мы говорим об оптимизации тестового набора, то здесь машинное обучение позволит нам выявить те тест-кейсы, те тесты, которые необходимо автоматизировать и запускать, и в связи с этим убрать те тесты, которые являются лишними. Скажем, если у нас меняется определенный функционал приложения, то достаточно логично запускать только те тесты, которые касаются именно внесенных изменений в код, и поэтому оптимизация тестового набора является актуальным, когда мы выбираем тесты, которые нам надо запустить, и те тесты, которые запускать не нужно. Обеспечение покрытия тестами требованиями. Ну, существуют сейчас такие инструменты, которые позволяют автоматизировать, автоматически определять покрытие тестами с помощью, например, выделения ключевых слов из матрицы соответствия требований, и в связи с этим можно будет проводить какой-то анализ. Дальше машинное обучение используется в предсказательной аналитике для предсказания основных конфигураций тестирования на основе предыдущих проверок. И в аналитике дефектов. Мы все знаем, что один из принципов тестирования – это кластеризация дефектов, то есть скопление в определенных областях, и определение таких областей с повышенным риском приложений, которые необходимо протестировать, оно достаточно актуальным, поскольку мы можем пересмотреть тогда тесты, которые у нас участвуют в регрессионном анализе, приоритизировать их и в связи с этим запускать. Рынок искусственного интеллекта растет очень стремительно, и ожидается, что к 2025 году он достигнет 190 миллиардов долларов. Это говорит о том, что IT-сфера все активнее переходит к матчинному обучению. Если мы сейчас посмотрим на диаграмму, в которой показано влияние искусственного интеллекта на оптимизацию тестирования, эти данные были получены из World Quality Report. Диаграмма показывает, что достаточная доля респондентов используют искусственный интеллект и машинное обучение для оптимизации процесса тестирования, умной автоматизации, предсказательной аналитики, описательной аналитики и так далее. Ну и логичным стало появление инструментов, инструментария, который основывается, использует искусственный интеллект, использует машинное обучение. Я сейчас вам покажу некоторые из них, расскажу о некоторых из них. Например, репорт-портал – это инструмент с открытым исходным кодом, который использует машинное обучение при составлении репортов. Он ускоряет анализ проведения таких репортов. Эти репорты, кстати, получены на основании прогона автотестов и позволяет определить причину, по которой упали тесты. AppleTools – еще один из инструментов. Использует машинное обучение и искусственный интеллект и помогает быстро найти баги в UI, в пользовательском интерфейсе. Также он позволяет быстро настроить тесты под различные формы, форматы отображения, например, мобильный вид или полноценный сайт. И если у вас на сайте присутствует анимация, то данный инструмент поможет обучить систему так, чтобы он привык к этим элементам, анимированным элементам. TestTeam – инструмент фокусируется на сокращении количества так называемых плейки-тестов. Дело в том, что плейки-тесты, кто, кстати, знает, что это такое? Ага. Ну, это те тесты, которые падают по непонятной причине. Скажем, вы создали какой-то автотест, а вы его отладили, он у вас нормально проходит, и через некоторое время он начинает падать по неизвестной причине, хотя никаких изменений в код не было произведено. Это называется флейки-тест, и это достаточно такая большая актуальная проблема для автоматизаторов, поэтому данный инструмент как раз и позволяет найти причину, по которой тест падает. Он способен анализировать много параметров для каждого элемента интерфейса, ранжирует их по степени надежности, и чем больше TestTeam работает с приложением, тем он больше узнает, что является правильным поведением, правильным результатом, а что будет ошибкой. Данный инструмент также помогает сократить время на поддержание автотестов, это тоже является актуальным для автоматизатора, и уменьшает порог вхождения в автоматизированное тестирование, так как он предоставляет возможность создавать тесты людям без опыта. Еще один инструмент это South Lab, достаточно, кстати, известный инструмент, облачное решение. Он позволяет, он все время совершенствуется и работает над инструментом по анализу качества приложения с помощью машинного обучения. C-Lights, еще одна облачная платформа, с помощью машинного обучения сервис анализирует исходный код приложения, выявляет, какие файлы, методы, строки кода были изменены в последней сборке, и не позволяет задеплоить ее, пока изменения не будут протестированы. То есть сервис помогает команде понять, что следует протестировать, а какой функционал останется без изменения. И тут надо сказать, что эта платформа поддерживает не только функциональные тесты, но также перформанс. В общем, вы сами можете выбрать нужный вид тестирования и воспользоваться сервисом. Тест AI позволяет объединить искусственный интеллект с апиумом и селениумом. Тесты пишутся в достаточно простом формате, не требуется заморачиваться с локаторами. Искусственный интеллект динамически определяет окно приложения, элементы в нем и автоматически запускает проверку приложения. Инструмент позволяет определить, отловить изменения в приложении и затребовать верификацию этих изменений. MatL позволяет запускать функциональные тесты. Эти тесты способны самообучаться. Также этот сервис позволяет бороться с флейки-тестами, с тестами, которые случайно падают. И при необходимости обновлять эти тесты. Также он позволяет сравнивать историю прогонов, чтобы обнаружить какие-либо изменения в приложении. Ну и RedTest это инструмент, который специально был создан для проведения функционального тестирования. он позволяет создавать тесты без навыков программирования. Есть возможность записи тестов, настройки асертов и областей приложения, на которых нужно сосредоточиться. Также это приложение позволяет сократить время на поддержку тестов из-за измененных локаторов. То есть он сам реагирует на изменения локаторов и вносит определенные изменения в автотесты. В перспективе тестирования все больше будет использовать возможности машинного обучения и искусственного интеллекта. И в меньшей степени будет зависеть от написания кода. Появляются новые мощные инструменты, новые библиотеки, которые позволяют без особых, скажем так, навыков программирования создавать собственные сценарии и подбирать наборы данных и какие-то подходы тестированию. Тестировщик в этом процессе будет лишь определять, что требуется от системы и что ему необходимо для проведения полноценного тестирования. Еще один тренд в автоматизации, ну и вообще в IT, это внедрение DevOps. Кто слышал об этом термине? Ага, здесь уже хорошо. Достаточно, уже, ну этот термин достаточно долго у всех на слуху. Он, очевидно, в будущем будет набирать популярность. И сейчас мы видим, насколько быстро изменяются технологии, изменяются платформы, девайсы. И это вынуждает разработчика выпускать свою продукцию как можно быстрее. Вот. И как раз вот DevOps это набор практик, которые позволяют сократить время между разработкой продукции и ее выпуска. К основным методам DevOps относится непрерывная доставка, continuous delivery, непрерывное тестирование и непрерывный мониторинг. Непрерывная доставка, сюда же, кстати, относится и continuous integration. это практика разработки программного обеспечения, когда при любых изменениях в программном коде выполняется автоматическая сборка, тестирование, подготовка к окончательному выпуску. И осуществление непрерывной доставки, понятное дело, невозможно без непрерывного тестирования. И как раз непрерывное тестирование позволяет, подразумевает проведение частых, тщательных проверок на всех этапах разработки. И понятное дело, что непрерывное тестирование невозможно без определенной автоматизации у вас на проекте. Непрерывное тестирование обеспечивает непрерывную доставку на рынок продукта, так как в любой момент внесенные изменения могут быть развернуты и доставлены заказчику. И следующий метод это непрерывный мониторинг, continuous monitoring. Он нужен для того, чтобы оценить качество программного обеспечения, процесс его использования пользователями. Мы собираем логи, собираем метрики в режиме реального времени и можно понять, как изменения обновления приложения влияют на качество программного продукта. Благодаря непрерывному мониторингу можно снизить риски, находить источники проблем и решать их. Исходя из этого, мы видим, что тестирование является основной частью непрерывной доставки, частью конвейера, непрерывной интеграции. И сейчас очень популярна тенденция, когда начинают по максимуму внедрять автоматизацию на всех этапах разработки. Согласно недавнему исследованию, 420 крупных европейских предприятий более то есть среди 420 предприятий более 20% организации реализуют методологию DevOps и поддерживают данную тенденцию. Чтобы получить как можно больше выхода от практик DevOps, организациям стоит плавно интегрировать автоматизацию в свой continuous delivery процесс и автоматизировать ну понятное дело разумно. В связи с этим появился еще один термин в автоматизации вернее термин тестирования это QA Ops это еще один новый тренд он означает две вещи во-первых интеграцию QA активности в контейнер непрерывной доставки continuous delivery и означает то что QA специалисты должны активно взаимодействовать с разработчиками с операционными инженерами с экспертами для того чтобы всеми теми звеньями которые участвуют в разработке ПО для того чтобы добиться результата основные основные практики QA Ops включает себя автоматизацию тестирования параллельное выполнение тестов масштабирование тестов ну и командную интеграцию под автоматизированием автоматизации тестирования подразумевает то что понятное дело что мы можем все что не все вернее можно автоматизировать и здесь главное выделить те скажем так области те виды тестирования где лучше всего применять автоматизацию и поэтому необходимо на этом этапе достаточно тщательно изучить продукт изучить спецификацию прежде чем внедрять автоматизацию параллельное тестирование также становится неотъемлемой частью процесса автоматизации параллельное выполнение тестов запуск несколько тредов это достаточно актуально поскольку позволяет сократить время прогона тестов позволяет получить результат намного раньше чем если бы это было выполнено последовательно масштабируемость тестирования означает что постепенно от спринта к спринту ваше приложение будет разрастаться и понятное дело появляется новые фичи которые включаются в приложение и ваше приложение масштабируется поэтому процесс тестирования также должен масштабироваться это означает что вы должны иметь такую инфраструктуру которая при таком масштабировании могла поддерживаться процесс тестирования ну и интегрированная команда это подразумевает тесное сотрудничество команд которые работающие над проектом специалисты по обеспечению качества не должны никогда оставаться в стороне они должны общаться с инженерами с членами технической команды заинтересованными сторонами для того чтобы оптимизировать процесс тестирования сделать его более эффективным сейчас мы с вами рассмотрим жизненный цикл QA Ops который как вы видите состоит из двух частей это QA и Ops и если мы говорим о части QA то там мы видим достаточно знакомые для каждого тестировщика активности такие как планирование автоматизация релиз то вот в части Ops мы видим вот три новые деятельности это Trigger Execute и Report которые достаточно такие интересные и уникальные давайте рассмотрим каждый из этих процессов Trigger один из важных аспектов тестирования является запуск тестов в конвейере Continuous Delivery и понятное дело тесты нужно запускать не все а оптимизировать процесс запуска теста это значит что при каждом изменении функциональности приложения должны запускаться только те тесты которые должны протестировать измененную функциональность в противном случае будет потеряно время если мы будем тестировать абсолютно все и запускать например весь смог или все тесты которые находятся в регрессионном тестировании следующий это следующий этап это execute выполнение тестов после запуска проверяется функциональность и на этом этапе очень важно правильно оптимизировать время прогона тестов поскольку как можно быстрее нужно получить результат и проанализировать те баги которые появились в приложении и в связи с этим опять же нужно применять например распараллеливание тестов и делать так чтобы прогон тестов сократился по максимуму следующий этап это репорт отчетность и на этом этапе мы получаем результаты теста и важно понимать что важно сделать так чтобы этот отчет который мы получаем после проведения автоматизации был оптимизирован каким образом то есть содержалась какая-то сводная информация которая бы позволяла бы нам сказать в общем о состоянии билда и также этот отчет должен содержать достаточно подробную информацию детальную информацию по прогоне каждого теста как мы видим в проекте основанном на DevOps команда тестировщиков играет ключевую роль и понятное дело тестировщик должен обладать навыками и программиста и DevOps для того чтобы построить этот процесс эффективно и правильно он тестировщик должен сам может определить идентифицировать проблему и найти уязвимость и определить чем она связана то есть найти причину уязвимости следующий тренд который логически выплывает из предыдущего это так называемый shift left тестирование shift left подход вернее shift left подход что он подразумевает мы знаем что одним из принципов тестирования является ранее тестирование то есть тестировать нужно как можно раньше если мы тестируем раньше то мы сокращаем быстрее идентифицируем проблему и не позволяем чтобы данная проблема дальше существовала и не доходила до продакшена вот как раз shift left тестирование это начало тестирования как можно раньше на более раннем этапе например на стадии разработки иными словами тестировщики вступают в игру уже на старте разработки а не в самом конце это делается для того чтобы предотвратить появление ошибок примером shift left подхода может быть может быть запуск процесса тестирования прямо на фазе определения требований shift left тестирования является частью тестирования в контейнере в конвейере DevOps и значит при shift left тестировании очень важно понимать что вернее одни из скажем так наиболее важных проверок на данном этапе является юнит тестирование тестирование API в настоящее время мы видим что предприятия инвестируют в микросервисы микросервис это подход при котором единое приложение строится как набор небольших сервисов каждый из которых работает в собственном процессе и коммуницирует с другими сервисами посредством каких-либо легковесных механизмов в частности HTTP и микросервисы как раз структура которая позволяет легко проводить тестирование и развертывать независимую функциональность без изменения других приложений и процессов поэтому для всестороннего развития такого микросервиса требуется знание API тестирование API и внедрение автоматизации API тестирование API как можно раньше вот как раз помощью тенденции Shift-Left тестирование API становится больше чем просто решение по контролю за качеством и теперь тестирование API является важным компонентом успешной непрерывной интеграции и развертывания программного обеспечения ну и хотелось бы с вами рассмотреть еще один еще одну тенденцию проанализировать рейтинг языков программирования среди тестировщиков эти данные я взяла с сайта DAO DAO UA эта статистика касается не программистов а именно автоматизаторов как мы видим джава находится в таком достаточно большом отрыве других языков программирования вот на втором месте джава скрипт пайтон си шарп и хочется отметить что сейчас отмечается такая тенденция что скриптовые языки программирования становятся набирают все большую популярность это связано с тем что они обладают низким порогом хождения то есть на скриптовом языке достаточно ну может писать тестировщик который не обладает достаточными знаниями программирования и это означает быстрый вход в проект для QA который только начинает изучать автоматизацию поэтому просматривая современные автоматизации можно заметить что роль джава скрипт языка постепенно возрастает так же как и пайтона для того чтобы начинать автоматизировать на джава скрипте стоит ну иметь минимальные знания в области автоматизации изучить основы селениума и выбрать из одних и один из фреймворков и сейчас тоже хотелось бы с вами рассмотреть рейтинг статистику загрузок жава скрипт фреймворков которые используются для n-to-n тестирования это как я уже сказала это статистика загрузок вот этих библиотек этих фреймворков как мы видим на первом месте у нас фреймворк перпетир вот на втором месте протрактор и дальше идет сайпресс веб драйвер а его и так далее ну и в заключение хочу сказать что сейчас тестирование и автоматизация тестирования играет не менее важную роль в процессе разработки приложения чем сама разработка это спровоцировано многими факторами это и сжатие сроков и увеличение требований и частота изменений требований и частота изменения в программном коде и таким образом главная тенденция на текущий год это повышение роли отдела тестирования повышение роли автоматизации автоматизатора в процессе тестирования и компании которые не делают тест полноценной части своей стратегии могут потерпеть неудачу ну у меня поэтому все я бы хотела услышать ваши вопросы спасибо есть вопросы да меня зовут Артем значит вы упомянули в основном автоматизированное тестирование с помощью селениума он используется для тестирования сайтов в основном какой процент автоматизированного тестирования может быть десктопных приложений по сравнению с интернет ресурсами десктопных по сравнению с веб-сайтами да я к сожалению не обладаю такой статистикой понятное дело сейчас в основном тестируются веб-приложения да и хочу сказать что конечно вот кстати одним из трендов также является возрастающая роль автоматизации мобильных приложений да поскольку это очень актуально вот ну а под десктопным к сожалению у меня статистики нет вот конечно большую часть в больший процент это автоматизация веб-приложений хорошо а в дата арте есть направление мобильного тестирования ну автоматизации мобильного тестирования да да безусловно у нас используется и насколько знаю апиум для проведения для автоматизации мобильного тестирования ну то есть это перспективное направление то которое мы используем спасибо 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 что вам спасибо 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 Продолжение следует...